Крым Крым – одно из самых удивительных мест на Земле. Он сам как отдельная планета. Нигде в Европе не встретишь такого количества пейзажей, разнообразных по духу и по стилю, и так тесно сосредоточенных на малом пространстве Земли, как в Крыму. Меня зовут Роберто. Я приехал в Крым из Италии, и вот уже больше десяти лет живу на этом прекрасном полуострове. О нем мой рассказ, о его природе, истории и общей атмосфере жизни. Более подробно я коснусь темы присутствия итальянцев и их культуры в Крыму. Свой рассказ начну со знаменитой бухты Балакло. Про нее говорят «Жемчужина Крыма». Живописная бухта скрыта горами и незаметна со стороны моря. Здесь очень удобная моря. Она хорошо защищена от ветровых, рай для их тьменов, рыбаков и туристов. Мы с моим другом Женей выйдем в море, и я покажу одну из генуэзских крепостей, разбросанных по всему полуострову. Смотрите, там на горе руина крепости Чембал. В 12 веке император Византии разрешил генуэзцам проход через Босфор и выход в Черное море. Началась активная торговля. Генуэзцы тщательно изучили все порты, вытеснили своих конкурентов-мульсанцев, стали строить крепости и поселения. Они хотели поставить под свой контроль все юго-восточное побережье. Лучше всего сохранялась крепость в Судаке. Она полностью отреставрирована и служит одной из визитных карточек Крыма. Я решил подняться к крепости Чембала и посмотреть на нее поближе. Итальянцы основали ее в середине 14 века. Много раз она переходила из рук в руки. Помимо генуэзцев, здесь были и татаро-монголы, и османы, и греки. В конце 18 века Крым вошел в состав Российской империи. Здесь мы видим руины города-крепости первых генуэзских поселенцев. Удивительно, что эти укрепления, построенные несколько столетий назад, до сих пор сохранились. Генуэзские крепости стали одной из главных достопримечательностей Крыма. Природные ландшафты Крыма загадочны и разнообразны. Иногда попадаешь будто в затерянный мир. К слову сказать, здесь множество реликтовых растений. Многие виды встречаются только в Крыму. Крым фантастически красив. Здесь есть места, которые большинству неизвестны. Это что-то невероятное. Когда идешь пешком, за каждым поворотом тебя ждет открытие. Ученые утверждают, что много лет назад это было дном океана. И все эти чудеса были скрыты под водой. Наверное, поэтому все выглядит так странно. Однозначно, все это надо видеть своими глазами. Воздух здесь густой и целебный. В походах обретаешь второе дыхание и чувствуешь себя заново родившимся. Климат в Крыму крайне разнообразный. Степной, субтропический, средиземноморский, в зависимости от района. Яркое солнце и благодатные почвы позволяют выращивать разнообразные сорта винограда. Я решил навестить своего друга Алексея и посмотреть, как идет сбор урожая. Алексей учился во Франции, Испании и Италии, где в совершенстве овладел искусством разведения винных сортов. Здесь выращивают виноград для разных производителей, которых появилось в Крыму довольно много. Какой это виноград? Какой виноград здесь выращивают? Я вижу, он белый. В основном шардоне и мускат. А, шардоне и мускат. Здесь прохладно, много воды. Это имеет решающее значение для качества винограда. Хорошо, отлично. Это шардоне высшего качества. Из него можно сделать вино уровня... Очень высокого. Как в Италии. Может и как в Италии. Может и как в Италии? Возможно, как в Италии. Но мы надеемся, что еще лучше. Земля и климат действительно прекрасны. Красивые пейзажи, хорошее вино и многолетняя винная культура. Да-да, эта лаза супер. Хорошо сохраняется. А с идеальной агротехникой можно выращивать виноград прекрасного качества. Да, мне здесь все нравится. А в отношении вина просто все чудесно. Как в Италии, как в Крыму, я чувствую себя прекрасно. И места, в которых мы живем, просто фантастические. Белый пейзаж. Да, конечно. Крым, когда-то называли ковриды. Также назвали и новую автотрассу. Движение по ней только что открылось. Трасса проходит через весь полуостров. От древнего города Керчь до Севастополя. Мост связывает Крым с материком. Сам по себе он является уникальным инженерным сооружением. По мосту идут автомобили, грузы и поезда. Трасса построена так, чтобы ей могли воспользоваться те, кто прилетает в Крым на самолете. Новый суперсовременный аэропорт носит имя знаменитого русского художника Айвазорска. Он способен принимать большой поток отдыхающих и обслуживать авиалайнеры любого класса. Что касается пляжей, в Крыму их не счесть. Кишенебельные, дикие, мудистские, большие и совсем крохотные. Песчаные, галечные, скалистые. На любой вкус. Надо сказать, что я впервые выступаю в качестве ведущего. В жизни я бизнесмен. Я владелец небольшого итальянского ресторана в Севастополе. А здесь в отеле Ялта Антурист мое прекрасное мороженое ручного изготовления. Все из натуральных продуктов. И поверьте, очень вкусно. Все, кто его пробовал, приходят снова и снова. Знаменитый город-курорт Ялта – одно из главных мест притяжения на южном побережье. Ее называют «Русская Ницца». Начиная с Александра Кушкина, здесь побывали все крупные русские писатели, поэты, композиторы и, конечно, художники. Здесь фрукты, как солнце. Благодатная почва, субтропический климат позволяют почти круглый год выращивать прекрасные фрукты, овощи, зелень, орехи и ягоды. В Крыму я встретил свое счастье. Моя жена Лиза родила мне двоих детей. Мой сын Матео считает себя уже взрослым. Младшая дочка Арианна от него не отстает. Они оба родились в один день, с 7 октября. Интересно, что это и день рождения президента России. В Крыму живут люди разных национальностей, культур и религиозных конфессий. Ханский дворец в Бахчисарае – один из исламских религиозных центров и, конечно, музей. Мирное сосуществование разных народов всегда было особенностью Крыма. В горах множество православных пещерных монастырей. Вырубленные в скалах, они напоминают Петру. Крым считается источником православия на Руси. Вера сюда пришла из Византии. Святой князь Владимир принял здесь крещение. С этого момента история России пошла по новому пути. Это место меня по-настоящему удивило. Здесь идет строительство парка исторических реконструкций. Итальянская деревня воссоздана очень убедительно, во всех деталях. Такое впечатление, что жители сейчас проснутся и начнется новый трудовой день. В этом месте чувствую себя в Италии. Здесь жил мой народ. В 13 веке мы пришли сюда не завоевателями, а как поселенцы и торговцы. Арабы ехали к нам за различными продуктами, которые приходили из Азии и через Черное море перевозились в Италию. Благодаря налаженным торговым путям в Италии появились рис, гречка и другие продукты с Ближнего Востока. Венецианцев вытеснили генуэзцы, у которых были особые отношения с Византией. Она дала им возможность купить земли в юго-восточной части Крыма. На всем побережье, благодаря их усилиям, были построены четыре города. Кафа, нынешняя Феодосия, Чембала, нынешняя Балаклава. Воспора, сегодня это Керчь, один из самых древних городов России, ему 2600 лет. И Салдай, нынешний Судак. Итальянцы приехали сюда жить, работать и вести торговлю. Крым действительно похож на Италию. Также омывается морями, и также через него проходят важные торговые пути. Активная жизнь продолжалась здесь около 200 лет, пока генуэзцы не были изгнаны турками. Вообще за эти города и крепости постоянно шли войны. Салдай, нынешняя Феодосия Салдай, нынешняя Феодосия Крым богат достопримечательностями, поистине мирового уровня. Одним из интереснейших является Ливадийский царский дворец. После Второй мировой войны здесь состоялась историческая встреча глав государств антигитлеровской коалиции. Именно здесь, в Ялте, была создана организация объединенных наций, которая и в наши дни регулирует взаимоотношения между государствами. Каждый год наша итальянская диаспора собирается у памятника погибшим в Крымской войне итальянским солдатам. Так мы поддерживаем и укрепляем наши связи. Нас объединяет история, культура, традиции и язык. Севастополь Город русских моряков стал для меня вторым домом. Это незамерзающий морской порт, промышленный, научный, культурно-исторический центр. В Севастополе расположена главная военно-морская база Черноморского флота России. В окрестностях города находится руина знаменитого древнегреческого мегаполиса Херсанас. Это место притяжения туристов и археонов. Раскопки ведутся здесь уже много лет, и конца им не видно. Севастополь Тихо плещет волна, ярко светит луна. Мы вдоль берега моря идем и поем, и поем. И шумит над головой саносенью листвой. Севастопольский вальш, золотые деньки Не светили в пути не раз ваши глаз огоньки. Севастопольский вальш Крым как отдельная волшебная страна. Земля в миниатюре. Он взял понемногу от каждой части света. Чилийский поэт Пабло Неруде сказал, Крым – это орден на груди планеты Земля. Здесь столько тем, чудес и удивительных мест. О них можно рассказывать бесконечно, но лучше увидеть своими глазами. Севастопольский вальш, золотые деньки. 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 Севастопольский вальш. Севастопольский вальш. Севастопольский вальш. Севастопольский вальш.